Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Капитальный ремонт жилищного фонда в Бресте в активной фазе. Новый облик в этом году получат более 30 домов. За два года отремонтировано порядка 70 многоквартирных домов. Глава государства подписал закон, которым предусмотрены изменения в Трудовом кодексе. Корректировки затронули более 200 статей об основных поправках в большом интервью председателя Брестского областного объединения профсоюзов Александра Мурашкина. Сила, мужество, братство, единство. День десантников и сил специальных операций отметили в Бресте. Уникальные способности и потрясающую силу духа продемонстрировали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. И это лишь часть тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». Брещане уже успели заметить и оценить, как качественно преобразились многоэтажки. Как необычно и интересно, архитекторы и дизайнеры подошли к их внешнему оформлению. Преобразились и дворовые территории. Приятно отмечать, что с каждым днем Брест становится хорошее, чище, лучше. Большая работа по масштабной реновации домов началась еще в 2017 году и сделано было немало. Капитальные ремонты жилого фонда города продолжаются активно. Представители строительных и коммунальных служб включились в насыщенную работу и преобразить скучные спальные районы. И серые многоэтажки им удалось. Насколько готов Брест к встрече своего красивого дня рождения, какие места областного центра теперь просто не узнать и как будут вестись работы дальше. Узнаем из сюжета Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Тысячелетний Брест подготовку к своему юбилею начал заблаговременно. И это оправдано. Город на всех этапах своего развития менялся и расширялся. Новая застройка активно окружила старые уютные кварталы, которые уже нуждались в реконструкции. Ведь многим домам здесь от 20 до 50 лет. Комплексное благоустройство и ремонт проходили и проходят не только в центральных районах. Улица 17 сентября, проспект Машерова, бульвар космонавтов, но и на окраинах. Например, на Кирпичный. Таким образом, практически каждый район получил обновление. Цифры по итогам 2018 года следующие. После капитального ремонта 37 объектов. В этом году планируется ввод и ремонт 31 объекта капитального ремонта. Планируем выполнять 26 объектов. У нас полноценный ремонт домов с заменой кровли, ремонта фасада, заменой инженерных сетей. Пять объектов. Это у нас капитальный ремонт конструктивных элементов. Отдельных конструктивных элементов. Подрядчик у нас единый. Это Брестский городской ремонтно-строительный трес. Все объекты у него. Так было принято решением облсполкома в 2017 году. И вот в 2017, 2018, 2019 год у нас капремонт они ведут. Ну и в принципе довольно-таки успешно. И в эти теплые августовские дни работы продолжаются. На 17 сентября завершается покраска фасадов домов. Совсем скоро эти старинные домики заикрают по-новому. Красивым декоративным оформлением и оставленными художниками надписями. Как напоминание о большой истории города. Участки закрашивать не будут. Оставят как память. Связь прошлого и настоящего в обычной городской среде. Конечно, все сохранить фрагменты, наверное, это нереально. И, наверное, не было смысла в этом. Но, по крайней мере, показать, что этот период истории у нас был. Что эти существовали магазины, эти надписи были рекламные. Я думаю, что это очень здорово, это правильно. Меняется и дом Полинина 38. Кроме фасадных работ, здесь ремонтируют крышу. Проводятся работы по ремонту фасадов, по ремонту кровли, замену утеплителя, по восстановлению, по замену инженерных сетей. На данный момент на объекте работает порядка 15 человек. Работы к завершению идут по фасадам, по установке балконных ограждений. Приступаем к замене инженерных сетей. И ввод объекта планируется в сентябре месяца. Капитальный ремонт домов – это комплексная реновация, которая затрагивает не только реконструкцию внешнего оформления. Большая работа проводится и по ремонту инженерных сетей. Капитальный ремонт домов входит в замену кровли, ремонт фасада. Есть ремонт фасада с выравниванием полистирольными плитами. Есть просто штукатуривание с текстурной отделкой. Замена инженерных сетей по подвалам, также по стоякам. Замена газопроводов у нас включена в этом году также. Строители активно трудятся в эти дни. Многие работы нужно завершить, пока позволяют погодные условия. Что же касается в целом проведения капитальных ремонтов, то они будут продолжены согласно графику. Планы по реновации на следующий год будут озвучены в январе 2020-го. В 17-18-19-е годы примерно 30-35 домов мы после ремонта отдавали капитального. И раньше, до 17-го года, это было порядка 10 домов. Ну, то есть, да, одна треть. И мы идем к тому, чтобы, ну, будем стараться, скажем так, чтобы набранные темпы капитального ремонта жилья все-таки, ну, остались. Анастасия Ноздрим, Плотницкая, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Весной и летом он хорош вдвойне. Утопающий в зелени деревьев и многоголосье цветов он просто удивляет и нас, его жителей, и многочисленных туристов. Мы постоянно рассказываем вам об этом, а сегодня Юлия Селюк подведет своеобразный промежуточный итог того, что сделано в плане озеленения. Еще недавно в Брест приезжали посмотреть только крепость, да, либо окрестности, там, Пущу, там, улицу Советскую. Сегодня появилась там аллея фонарей, сегодня у нас появилась набережная уже тоже с малыми архитектурными формами, там, с лавочками, с часами, с детскими площадками. Много уделяется очень внимания сегодня благоустройству озеленению. Появляются, ну, я, наверное, скажу без преувеличения, что у нас ежегодно прибавляется в городе сквер, появляется, а то и два. Набережная, городской сад, озеленение, например, по Волгоградской, северный городок, сквер Библии, сейчас есть эскиз сквер Пушкина. Вот такой наш Брест потрясающе красивый, уютный, комфортный. Все, что делается в городе, делается с любовью и заботой о людях. Наши парки, скверы, сады, яркие цветочные клумбы, инсталляции, арт-объекты – это все многоемкий труд. Труд сотен неравнодушных горожан, это и работники ЖКХ, предприятий, учреждений, общественных организаций, объединений. Уже сегодня большинство привычных мест отдыха приобрели новый вид. Набережная, излюбленное место для прогулок, удивляет брещан разнообразием зеленых и цветочных насаждений. Магнолии, павловни, дейции, катальпы, церцисы – деревьев много не бывает, а таких экзотических тем более. Они прекрасно прижились в нашем климате, а в будущем превратят эту зону в парк непрерывного цветения. Надо подбирать ассортимент, то есть это прежде всего платан, это сафора. Эти деревья интересны тем, что у них очень устойчивость большая к патогенам, к грибным заболеваниям, к насекомым. Они сохраняют свежий зеленый цвет листа, они красиво декоративно цветут, как конский каштайн. Если мы посмотрим павловню или катальпу, это очень красиво цветущие деревья. Второе, у них большие бархатистые листья, они осаждают большое количество пыли. Их традиционно используют в городах, поскольку они устойчивы к промышленным газам, устойчивы к вытаптыванию и осаждают большое количество пыли. Очень хорошо тюльпановое дерево, поскольку оно создает шикарную атмосферу, именно южную, такую субтропическую. При этом дерево устойчиво в четвертом климате. Озеленять город очень важно, потому что это наше здоровье всех нас, неважно детей, взрослых, пожилых людей, ну вот всех. И поэтому чем больше зелени, тем лучше. И это не только здоровье физическое, психологическое в том числе. То есть мы это видим, мы этим наслаждаемся, мы это впитываем. Инициатива по озеленению областного центра, начатая в прошлом году, в текущем приобрела грандиозный размах. Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста, а столько экологических акций, вероятно, не проводилось ни в одном городе Беларуси. Очень хорошо, что сегодня подключаются общественные организации, жители города в вопросы благоустройства. Когда люди участвуют в озеленении, совершенно другое отношение, они сами более трепетно относятся к среде. Это не чье-то, не кто-то тебе придет, посадит, должен посадить, полить. А нужно чувствовать ответственность самих жителей. Если мы не сделаем, если мы не будем ухаживать, то, в общем-то, все это обречено. Посадка деревьев продолжается. И сегодня самое главное – сохранить саженцы. В парке «Тысячелетия» зеленой локации в Заречном микрорайоне. К этому вопросу подошли детально организован постоянный полив. На такой большой территории, на которой все-таки не плодородный грунт, а поливатая земля, приживаемость немножко слабая. Поэтому для того, чтобы были цветники, для того, чтобы были клумбы, необходимо было запроектировать дополнительно автоматический полив. Автоматический полив запроектирован и в настоящий момент уже построен и функционирует. Будем надеяться, что те работы, которые ведутся сейчас, в окончательный период строительства, а сдаем мы этот объект 1 сентября, что растительность уже покажет свои результаты. У паркового комплекса есть все шансы стать одним из любимых мест отдыха не только у Брещан, но и у многочисленных гостей города. Брест превращается в зеленый цветущий сад, которым невозможно не восхищаться. А вообще, это только начало пути. Пути со знаком бесконечность. Работаем по цветочному оформлению городских территорий. На 1 августа у нас уже порядка 750 тысяч цветочной рассады высажено. Я думаю, что к тысячелетиям мы миллион рассады высадим, и цветники наши будут готовы к приему гостей и к празднованию нашего миллениума. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Городской сад – это новая локация притяжения Брещан. Просто гигантскими шагами здесь продвигаются работы. Заброшенный совсем недавно участок в центре города сегодня приобрел новые очертания. Уже даже и не очертания, он просто восстал из пепла. И сегодня в Бресте по инициативе работников городского жилищно-коммунального хозяйства прошла экологическая акция. Более 200 человек рассредоточились по всей территории городского сада, чтобы потрудиться во благо. Эту масштабную эко-инициативу можно смело рассматриваться не только как попытку навести порядок на социально значимом городском объекте, но и проявить внимание не на словах, а на деле к родным местам. Людей неравнодушных, к слову, оказалось немало. За грабли и лопатой взялись не только организаторы акции, сотрудники сферы ЖКХ, но и работники различных городских предприятий, организаций, а также депутаты и представители молодежного парламента. Насколько активно приобщились к трудовому десанту горожане, об этом далее. Для Брещаны эта суббота стала отличной возможностью подарить свой труд родному городу. И хотя дело это, безусловно, добровольное, собралось немало людей. Трудиться ранним утром в городском саду – идея работников ЖКХ, которые на протяжении нескольких лет занимаются возрождением сада. А потому сегодня цель – не только навести порядок, но и сохранить сделанное. На призыв убрать территорию оперативно откликнулись рабочие многих предприятий. Ждали и тех, кто любит делать громкие заявления в интернете. Очень рад, что люди откликнулись, пришли по зову сердца. Это люди, которые неравнодушны к городу, которые хотят и любят на самом деле. И, к сожалению, я не вижу тех, которые пишут лайки, и другие какие-то такие не очень хорошие и... Иронические. Да, иронические свои, так сказать, высказывания. И говорят, вот, там, то-то они сделали неправильно, то-то неправильно. И я очень хотел их видеть сегодня здесь, чтобы они своими руками сделали хоть что-то доброе. Между тем, делать доброе дело пришли свыше 200 человек. И неудивительно, ведь чистота, уюта и комфорт. Наверное, самые главные бренды Бреста. Так говорят сами брещане. Когда сейчас прочитали, что приглашают на субботник, ну, с удовольствием сюда отправились. Я даже не знала, что сын придет. Я пришла пораньше, потом, смотри, он тут подтянулся. Алексей, а вы маму поддержали или по собственной инициативе? И то, и то, и то, и то, и другое. Да, я тоже. Ну, мы любим свой город очень, очень. И, тем более, сейчас еще тысячелетие, но это не только это. И очень рады, что появляется очень много всего нового в городе. Он преображается просто до неузнаваемости. Красавец, да. Поддерживают традиции экологических акций брещане массово, начиная с первых лиц города. В плотном графике председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука сегодня утром значилось важное событие – открытие международного военного конкурса. Но оставить без внимания субботник в таком знаковом месте было нельзя. Сегодня в городе Бресте открывается большое международное армейское состязание, где более 20 стран мира участвуют в нашем городе. Поэтому я вынужден быть в официальной форме одежды и присутствовать там. Но мысленно я сегодня здесь с этими замечательными неравнодушными людьми, которые обустраивают наш город, обустраиваем вместе с нашими коммунальными службами. И я не сомневаюсь, что в тысячи лет мы подойдем вообще на пике своего, как говорится, расцвета нашего города. Опора города – это вот такие замечательные неравнодушные люди. Поэтому спасибо всем большое. Отдыхать и вправду некогда, но и в работе не новички, а те, кому по долгу службы заниматься преображением Бреста. Специалисты коммунальника убирали ветки, очищали территорию от мелкого мусора, мысленно прикидывая проекты, идеи будущего благоустройства. В начале сентября или в конце августа проведем областной тоже конкурс у нас, фестиваль цветов с участием всех областных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому парк будет наполняться элементами, скажем так, арт-декора. Мы занимаемся газонами, земляными работами. Все это будет сделано, безусловно, к дню города, тысячелетию. Осенью нам предстоит на свободных местах посадить деревья. Я уверен, что это будут тоже проводиться акции с молодоженами, с многодетными семьями. И просто любые неравнодушные обрещания могут прийти и посадить свое дерево. Пока специалисты обсуждаются завершающие этапы возрождения городского сада, природа говорит свое слово. На Большом Волуне многие брещане стали видеть очертания Божьей Матери. Первым их заметил генеральный директор городского ЖКХ Игорь Сильченко. Уверен, лик появился неспроста. Это, несомненно, очень хороший знак. Мы на правильном пути, это сразу видно. И на самом деле дрожь берет, так сказать, по телу, когда мы стоим возле лика святой. Я уверен, что это будет местом паломничества всех православных людей. И не просто оно стало уже местом, так сказать, городской станет местом. Он уже стал. Сегодня сотни людей каждый день приходят сюда. Будет опоясывать камень красивый именно берестейский рушник. Будет очень красивое благоустройство вокруг камня сверху, чтобы люди могли обойти, посмотреть. Каждый, кто-то фотографироваться захочет. Планируется именно икону Божией Матери, лик иконы, так сказать, тоже сделать обрамление. Ну, хотим посоветоваться еще с православной церковью, как это лучше сделать. И в таком хорошем настроении с массой планов и задумок все сегодня трудились на славу. Управились за несколько часов. Известно тот, кто хорошо работает, заслуживает и хорошего отдыха. После генеральной уборки участники акции смогли угоститься вкусной солдатской кашей, горячим чаем и кофе. Само по себе мероприятие очень хорошее. Парк, который действительно достанется горожанам, который никто никогда не скажет, делали кому-то. Он для горожан. И поэтому сегодняшнее мероприятие – это прекрасное мероприятие. Это дружит коллектив, дает возможность немножко отдохнуть, встретиться, поговорить. Мероприятие прекрасное, поработали хорошо. А каша просто изумительная. Праздник! Виктория Нечаева, Лариса Осмоловича, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели», но Бук-ТВ говорим об актуальном. Глава государства подписал закон, которым предусмотрены изменения в Трудовом кодексе. Корректировки затронули более 200 статей. Впрочем, на изучение новых положений основного документа, регулирующего трудовые отношения, будет отведено полгода после официального опубликования. Все эти изменения были продиктованы необходимостью имплементировать в документы нормы декретов президента, а также накопились практические проблемы, требующие законодательного регулирования и запросы на повышение гибкости трудового законодательства. О самых важных изменениях мы попросили рассказать председателя Брестского областного объединения профсоюзов Александра Мурашкина. Президентом Республики Беларусь подписан закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Работа над документом велась два с половиной года. Федерация профсоюза внесла более 40 предложений по изменению 30 статей. Закон вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Насколько своевременно изменения Трудового кодекса и чем вызваны те или иные правки? С этими и другими вопросами мы обратились к председателю Брестского областного объединения профсоюзов Александру Андреевичу Мурашкину. Александр Андреевич, насколько своевременны все-таки эти изменения в Трудовом кодексе и чем вызваны те или иные правки? Жизнь меняется, меняются отношения человеческие, меняются новые виды и трудовых отношений, и вообще новые профессии появляются. И, естественно, Трудовый кодекс, законодательство должно быть вместе с человеком труда. Должно быть гибким. Гибким-то однозначно должно быть и вместе, не то что подстраиваться, но регулировать отношения на более высоком, на более современном уровне. Поэтому Федерация профсоюзов, естественно, ничего не придумывая, а работая с человеком труда, с трудовыми коллективами, с членами профсоюзов, их запросы, их нужды, зная, слыша, вышла со своими предложениями, когда появилась возможность стать на уровне законодательной инициативы. Федерация профсоюзов благодарна и депутатам Палаты представителей, и сотрудникам Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, когда они вместе, как социальные партнеры, выпистывали, подготовили, выпустили, приняли новые изменения на Трудовый кодекс. Федерация профсоюзов, Александр Андреевич, долгое время отстаивала то, чтобы трудовые отношения с добросовестными работниками продлевались на максимальный срок. Да, и не только я думаю, мы все согласны с тем, что чем более длительный срок у человека заключен с нанимателем, или он работает на предприятии, он, значит, видит свою перспективу, он понимает возможности своего профессионального роста, обучения, переобучения, и поэтому Федерация профсоюзов и вообще профсоюзные организации всегда работали на то, чтобы заключался контракт на максимальный срок. С одной стороны. С другой стороны, последние годы мы видели такую ситуацию, что в очень многих трудовых коллективах трудовые договоры заключались на минимальный срок, на один год. Есть моменты, даже вот в моей практике, что с одним человеком в коллективе на пять лет, с двумя-тремя на три года, а 200 человек по одному году. Естественно, у этих людей перспективы не было, и они были напряжены, и как бы трудно сказать, что кто-то задумывался о том, чтобы повышать мне свой профессиональный уровень, или не повышать. С одной стороны. С другой стороны, таким образом, отдельные наниматели делали скрытое сокращение, контракты закончились, людей уволили, а должности сократили. И вроде как, вроде ни при чем, вроде просто заключили трудовые отношения закончились, а на самом деле таким образом шло сокращение. В обновленном кодексе, трудовом кодексе, внесли очень существенные изменения. То есть, если контракт заключен на один год, человек пришел на работу, то следующий уже контракт должен быть заключен в рамках пятилетнего срока на четыре года. Если добросовестный работник не имеет никаких замечаний, взысканий, то тогда следующий контракт заключается на три года или бессрочным. Но здесь очень важный момент есть. Все это делается по согласованию с работником. Не хочет работник максимально. Появилась у него какая-то возможность перейти на другую работу, получить образование и сменить профессию. Он не соглашается. То есть, это не его обязательство. Жестких рамок нет. Да, жестких рамок нет. Он может перейти. Обязательно по соглашению с работником все это делается. Какие еще нормы, Александр Андреевич, по усилению защиты прав трудящихся, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, введены в обновленный кодекс? Я хочу сказать, наверное, основной или наиболее значимой, это то, что внесены изменения в статью 400 Трудового кодекса о материальной ответственности работников. Ранее получалось так, что если работник совершил какое-то нарушение и последовало какие-то штрафные санкции, то он выплачивал и свою вину, и затем еще штрафные санкции предприятия. То сейчас осталась только материальная ответственность и выплата той вины, значит, урон предприятию, который нанесен действиями или бездействиями работника. А уже штрафные санкции на предприятия, на работника ни в коем случае не распространяются. Это первое. Второе, это тоже внесено изменение в 135-ю статью Трудового кодекса. То, что касалось одного слова, условия труда в зимой, сейчас немножко расширили эти рамки в холодное время года. В холодное время года, а это и определили температурным режимом, среднесуточным, плюс 10 градусов. Это те люди, которые работают на открытом воздухе и те, которые работают в неотапливаемых помещениях. И поэтому здесь у нас получается, ну, уже внимание к человеку и забота о человеке труда, ну, как по нашим меркам, да, климатическим, это где-то практически с октября и по апрель месяц. Поэтому тоже это, ну, температурный режим, это тоже значимо, и забота о человеке есть. Также следующий момент такой значимый, это то, что работника, работника, начали, скажем, по новому трудовому кодексу, будут предупреждать об изменении условий труда и, естественно, принятие им решения о увольнении или остаться при этих измененных условиях труда за месяц. Потому что было предложение за 7 дней, но мы понимаем с вами прекрасно, что за 7 дней практически не найдешь работу. Ну, достойную, да. Поэтому здесь мы однозначно отстояли, и это очень довольны. Я думаю, что это на пользу, естественно, всем. И нанимателям, что нет, значит, каких-то проблем в трудовых коллективах, не вызывают этими, значит, сроками небольшими. И, естественно, люди имеют более защищенную, естественно, на благо человека труда. Следующий вопрос, тоже очень значимый. В предыдущем редакции трудового кодекса было записано, что наниматель может отпускать работников или в условиях простоя, значит, не более 6 месяцев. Но не было определено, что это в течение одного года. И зачастую отдельные наниматели недобросовестно этим пользовались. Они объявляли простои в течение года по 3 раза и могло набегать и до 9 месяцев и более. Естественно, это серьезный ущерб зарплате, бюджету семьи, да и будущему пенсионному обеспечению человека это наносило. Поэтому вот сейчас определено не более 6 месяцев в течение одного года. И это тоже, естественно, плюс для любого работника. Еще очень важный вопрос. Это вопрос защиты прав работающих пенсионеров. По новым требованиям трудового кодекса говорится о том, что при увольнении пенсионера, при увольнении пенсионера, в случае, значит, по причине нарушения нанимателем трудового кодекса, ему выплачивается выходное пособие. Ранее этого не было. То есть человек, в принципе, работает пенсионер, не пенсионер, они же выполняют одни и те же обязанности, те же функции, да. Но если не пенсионер увольнялся, то ему выплачивалось, а пенсионеру нет. Ну, социальной справедливости в этом случае не было. Поэтому в данном случае социальная справедливость восторжествовала. Александр Андреевич, большое спасибо за столь содержательный разговор. Я думаю, что такие своеобразные ликбезы мы будем практиковать и дальше. Обязательно. Мы же с вами давние социальные партнеры, поэтому мы будем работать. И огромное вам спасибо за то, что вы наши мысли, наши идеи, наши дела доносите до широкого круга зрителей. Спасибо большое. Спасибо вам. До встречи. До свидания. Представители сил специальных операций и вооруженных сил Республики Беларусь отметили накануне свой профессиональный праздник. Герои в голубых беретах, покорители неба, мужественные защитники Родины. Как только не называют их люди, однако всегда относятся с особым уважением и вниманием. Большая история у этого рода войска. И всегда воины-десантники демонстрировали свою готовность стоять до последнего и никогда не отступать назад. Каждый год 2 августа в Брест приезжают все те, кто считает себя частью Большого Братства. И в части их ждут. Традиционные военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады организуют показательное выступление, от которого даже те, кто бывает в подразделении уже не один год, остаются в восторге. Смотрите материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой. 2 августа пропускной пункт 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады с самого утра открыт для всех тех, кому интересны армейские будни, кто провел здесь часть своей насыщенной жизни, кто обрел в соединении друзей, товарищей и теперь знает не понаслышке, что такое братство голубых беретов. Большой митинг предварил начало праздника. Поздравить элитное соединение приехали представители вертикали власти, общественных организаций и ветераны. Мы по праву считаем 2 августа общегородским праздником, потому что жизнь города невозможна без жизни 38-й бригады. Наше взаимодействие полное, и это залог наших общих побед. Всех с праздником! Сегодня юноши, имеющие официальное разрешение годинг-службы, стараются пройти по настоящему мужскую школу жизни именно в 38-й бригаде. Почему? Конечно, носить голубой берет почетно, но за красивыми рассказами и романтикой, навеянные фильмами, скрывается огромная работа, потраченные силы и желание доказать, что десантные войска – это элита, что служба требует от десантников не только глубоких знаний и выносливости, но и самого искреннего убеждения, что защита Отечества – долг и обязанность каждого воина и настоящего мужчины. Здесь все интересно, много различных задач, достаточно интересных, много стрельб различных, занятий по огневой подготовке, по воздушно-десантной подготовке, тактической подготовке, инженерной подготовке, много взрывов, стрельбы разные. Это очень интересно для молодых людей. Мощь и слаженность белорусской армии демонстрируют брестские десантники во время международных учений. Им, как элитному подразделению, доверяется все самое сложное. И для них нет задач невыполнимых. В воде, на земле и в воздухе они лучшие. Достигается это благодаря главному принципу подготовки. Здесь постоянно заботятся о том, чтобы молодой человек после службы вернулся на гражданку не только целым и невредимым, но и жизненно подкованным, умеющим найти выход в любой ситуации. Военнослужащий, который проходил службу, должен получить багаж знаний и умений, которые ему позволят выполнить задачу в любой обстановке, будь то боевой обстановке, будь то повседневной обстановке, будь то в армии или уже на гражданке. К этому мы стремимся и стараемся дать им знания, стараемся передать им свои умения, которыми мы за годы службы уже овладели. У каждого есть родители, у каждого есть свои вопросы, у каждого есть свой характер. Каждому надо подобрать ключик, с каждым надо работать индивидуально. Поэтому много проблем нет, это все родные, свои и каждый раз они приходят к нам на праздник. Их здесь тоже очень много, все довольны, все благодарят за совместную службу, все поздравляют с праздником. Ну и всегда десантники, всегда ценились мужской дружбой. Здесь товарищей нет, здесь все друзья. Конечно, показать все то, чем живут воины-десантники, было бы просто нереально, но самые яркие эпизоды подготовки – это всегда зрелищно и ярко. Работа с мощной техникой, стоящей на вооружении бригады, эпизод тактической борьбы с незаконными формированиями, прыжки спортсменов-парашютистов и, конечно же, выступления разведроты, когда то, что происходит на плацу – за гранью человеческих возможностей. Но не только брутальность качества настоящих мужчин. Ставший хорошей традицией вальф закружил на плацу нарядные и грациозные пары. Рядом с ними в ритме классической музыки виртуозность вождения продемонстрировали и водители боевых машин. Быть лучшими всегда непросто, но военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже не один год держат эту высокую планку. Слова из знаменитого гимна «Никто, кроме нас» значит для них намного больше, чем стертые в кровь ноги и болящие после усиленных тренировок мышцы. Свой страх они оставили в небе во время первого парашютного прыжка и влюбились в бескрайние небесные просторы настолько, что не готовы променять их ни на что. И даже если кто-то из тех, кто в разные годы служил в подразделениях, покинул соединение, 2 августа он все равно считает своим праздником и встречает его в кругу тех, кто носил и носит голубой берет. Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, уважаемые ветераны сил специальных операций, те, кто когда-либо носил, кто сейчас носит голубой берет, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам крепкого десантного здоровья, чистого и мирного неба, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни августа. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Начало рабочей недели, 5 августа, в Бресте будет отмечено солнечной комфортной погодой. Температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов ночью и 21-23 днем. Ветер северо-западный, умеренный. Осадков в этот день не ожидается. Субтитры создавал DimaTorzok